Привет всем, привет всем! С вами Лига Мюзикварс. Ну а сегодня у нас видео обучения новичков. Если вы уже заядлый мюзикварец, давайте лайк. Ну а новичкам, конечно же, обязательно к просмотру. Итак, умения. Как их правильно распределить? Какие умения выбрать? Какие активные умения можно использовать? Какие активные умения использовать нельзя? И самое интересное, если вы не смотрели до этого обучения по амулетам, пересмотрите, пожалуйста, его в плейлисте обучения. Ну а сейчас небольшая рекламка, и мы начинаем. Сейчас небольшая минутка для того, чтобы представить вам возможность вкусно и быстро поесть. Итак, весь апрель месяц у меня для вас два кода. Два кода, которые позволяют вам заказать пиццу буквально за считанные копейки. Как говорится, смотрим видео, едим пиццу и наслаждаемся. Ну вот, можно и начинать. Умения. Самое и основное то, что должен знать каждый игрок в Мюзикварсе. Умения бывают нескольких видов. Активные умения, пассивные умения, ненужные умения. В общем, сейчас по всему и разберемся. И начнем, конечно же, с самого интересного. То есть, если вы начинаете играть, то легче выбрать, конечно, пассивку. Пассивка дает больше возможностей. Итак, пассивные умения делятся на четыре вида. Итак, это статы. Статы здесь, конечно же, это сила, ловкость, талант, живучесть выбирать вам. Но эти обычно умения никто не использует, так как легче бафы брать через машины, через амулеты, через конфеты. Но тратить отдельно навыки на прокачку именно скиллов не имеет никакого смысла. Вторые четыре навыка это по четырем нашим оружиям, которые есть в нашей игре. Это тяжелое оружие, это гераклы, фиктование, это среднее легкое оружие, кунг-фу, это мастера кастетов безоружного боя, ну, как хотите, так называйте. И, конечно, дистанционщики выбирать вам. Как я уже и говорил, в рубрике у нас по оружию, также в плейлисте по обучению новичков, есть все про оружие, которое оружие, я считаю, более-менее адекватным на вашем уровне. Можете пересмотреть. Дальше урон. Урон и пассивные умения. Это двойные удары, это криты, это мстители и второе дыхание. Это те, которые могут нанести дополнительный урон вашему противнику. Вот насчет них я вам говорю основное, то, что можно будет задумываться. Здесь, допустим, вы по оружию взяли себе фиктование, и его можно усилить за счет какого-то из навыков второго дыхания, допустим, того же самого мстителя, двойного удара или критов. Но я предпочитаю криты. Криты хорошая игра для бафа. Итак, защита. Защита у нас делится, конечно, на четыре виды, так же, как и все остальные оружия. Это блокирование, дает возможность заблокировать 50% урона. Уклонение, дает возможность вообще увернуться полностью от атаки. И каменная кожа, и броня. Все зависит от того, на каком вы уровне. Если вы все-таки более-менее высокий, и 17 уровня, там, 18, да, есть смысл качать броню. То есть, там действительно уже оружие меняется, меняется вся структура, и броня будет более эффектна. Если же вы играете на 7, 8, 9 уровне, даже 10, в крайнем случае, то каменная кожа это ваш выбор. Броня вам не нужна, потому что, ну, эффекта никакого она не даст, если вы будете играться с равными. Но если будете нападать, конечно, на сильных, то броня, возможно, вам и нужна. Но если все-таки вы на 10 уровне разрешили зависнуть, то легче возьмите уклонение или блокирование от него. По крайней мере, будет какая-то польза. Потому что урон против больших уровней не будет так срабатывать, как должно бы. Итак, статы, оружие, урон и защита. В зависимости от этих комбинаций можно выбирать дальнейшее развитие вашего персонажа. Все зависит, кстати, от уровня, где вы будете находиться. Чем ниже уровень, тем больше оружия легкого. Тем выше уровень, тем больше оружия тяжелого. Это запомните. Тяжелое оружие наносит много урона и, ну, не так, как легкое. Итак, активные умения. Активные умения у нас, я распределил их по нескольким вещам. Первое и основное, это урон и дебаф. То есть урон наносимый получается и дальше дебаф какой-то. Ну, самое простейшее, это вот выбираем то же самое проклятие. Проклятие, мало того, что наносит урон определенный, но к этому еще она наносит урон три хода сподряд. Молния просто наносит дебаф по силе. Обезоруживание или саботаж, это на лишение противника оружия. Иногда, в свое время, когда еще не было 25-го оружия, оружие можно было выбивать, была очень хорошая связка. Была связка саботаж и обезоруживание. Противник, даже имея 4 оружия в арсенале, оставался без оружия полностью. То есть полностью, ну, то есть, соответственно, а у вас оружие всегда было. У вас было большое и огромное преимущество. Дальше, активные умения в отношении урона. Первое, это апперкот. Очень красивое умение, я уже много раз про него рассказывал. Оно имеет место быть, но только на 17-м, 18-м, 19-м уровне, где действительно появляется хорошее оружие-кастет с высокими критами. Действительно, можно нанести много очень урона за один удар и просто вынести противника. Дальше, здесь же у нас молниеносность и полет дракона, которые, по сути, являются что один, что второй профессионалами от ловкачей. Пересмотрите, еще раз говорю, про тактику развития персонажа. Эти два навыка можно брать только в том случае, если вы качаете ловкача. Вот, запомните. В другом случае, ну, не знаю, посмотрите, они не нужны. Активные умения вкладывать в эти навыки, ну, не имеет значения. Дальше, петы, ребята, отравка, живодер и та же самая клетка, ну, сетка. Но ненужные вообще абсолютно умения. Вот эти, если три умения у вас выпадают, никогда их не берите. Ну и самое более-менее распространенное среди вообще игроков, это защитные бафы, это первая помощь, это реанимация, вампиризм, это робототехника и оживление. Они являются вашими защитами. То есть, чем выше у вас защита, тем больше вероятно, что вы будете дольше жить. Поэтому вот насчет этих активных умений я бы задумался. Но вот урон дебаф, это отдельно, это для тех, кто очень сильно выкачивается и переходит через средние характеристики. Ну, находится, допустим, там на сотых позициях в своих уровнях, да, по мощности. Ну, так просто говорю. Тогда, возможно, вам понадобится вот переход на урон на дебаф. То есть, это я тоже разбирал в свое время. Можете пересмотреть еще раз видео. Ну, а вот защитные, именно защитные активные умения, они более-менее адекватные и их уже можно вот прокачивать. Причем, желательно каждому. Ну, я потом подробнее еще остановлюсь немножко дальше по ним. Ну, и давайте перейдем к веселому. То есть, вы видите, что умения здесь не все. Ну, сейчас, сейчас. Итак, активные умения не ахти. В общем, я так специально обозвался. Активные умения, которые, ну, выбирать, ну, можно, ну, в крайнем случае. Иногда, если у вас есть отдельные там навыки, еще что-то. Ну, это да. Итак, шлак. Это вот на уничтожение или увеличение таланта. Абсолютно ненужные два умения. Блин, оскорбление. Рестайлинг. Вообще, просто сразу нахер просто. Вот, ну, вообще, это тоже не выбирается. Как и вот в предыдущем. Как и в предыдущем мы вот смотрели буквально. Вот те про петах, видите? Вот, ну, те, которые на петах есть. Это вот, ну, умения тоже. Можно было их вообще отдельно в шлак закинуть. Ну, вот, для петов три умения, ну, а не фуфло. Вот просто фуфло, и за ними идет еще и шлак. Вот фуфло и шлак. То есть, это вообще брать никогда нельзя. В сексизме. Это, я, ну, не знаю, как назвать. Это, получается, противоположный, ну, баф для оглушения. Я считаю, что у нас нет равновесия женских и мужских персонажей, которые играются. Я считаю, что мужских персонажей намного больше. Поэтому, ну, домохозяйка, в общем, или как бы, ну, она действительно более-менее отдыхватная. А вот футболист, ну, не такой критичный. Если у вас есть лишний навык, можно взять одного футболиста. Чисто для контр-женских персонажей. А вот женским персонажам брать именно домохозяйку хотя бы первого уровня я всем советую. Это вот, ну, это прям где-то с уровня, наверное, одиннадцатого. Можно постоянно ее брать и выделить на нее один навык. Вот она действительно с того стоит. То есть, пассивные навыки. Взять там фехтование, ну, в крайнем случае, да, там взять криты. Там можно второе дыхание. И взять сверху домохозяйку одну, чтобы была, как бы, такая контра для мужских персов. Причем вы получите вероятность оглушения стопроцентного одной и двухпроцентного там разные, как бы, переходы. Ну, в крайнем случае, еще дополнительно 50 вы получите. Ну, и урон, ребята, массовый урон. Как бы, ну, вот, у каждого есть, вот их, по сути, шесть. Шесть навыков, но из этих шести навыков, ну, там, получается, видите, идет распределение. Там четыре навыка распределяются по разным стилям. Я не стал их распределять, ну, как бы, говорить, что этот Клабу, этот Кроку, этот Курбану. Я их все в один засунул. Это массовый урон. Ненужная хрень. Вот просто ненужная хрень. Ну, тоже не стоит брать. Если вы просмотрите все умения, ну, более-менее активных игроков или топовых игроков, вы посмотрите, что вот этот вот шлак, ну, вот, просто нигде не используется. Если сексизм можно еще и взять. Надо было поменять местами, кстати, с петами на тот верхний уровень. Но, ну, вот, сексизм можно, но один хотя бы навык. Но не более, не более. Если у вас футболист прокачан на плюс пять, или вы еще, не дай боже, используете амулет с увеличением на талант, ну, это, ребят, ну, это надо вам пересматривать полностью плейлист обучения навыкам. Ну, и давайте будем потихоньку, наверное, разбирать. Вот, смотрите. Для примера. Я просто вот, ну, для примера взял восемь навыков различных. И вот вы можете посмотреть все, как идет. Ну, то есть, как зависит. И вот основной, если брать на урон, да, то есть здесь несколько вариаций есть. То есть вы можете взять фехтование максимальное. Оно даст вам 32-процентный баф к вашему урону от оружия. Представьте, 30% от оружия. Это очень много. Плюс двойные удары. Двойные удары с определенным шансом. И второе дыхание даст вам возможность наносить урон в большом количестве. Просто в большом количестве. Но вы можете его проварьировать. Допустим, увеличить количество урона не за счет двойных ударов, да, а за счет критов. Но уменьшить 30-процентное соотношение атаки. То есть, это вот, ну, такие бенефициары, как бы, ну, навыков, получается. Вы собираете среднее оружие или легкое оружие, выкачиваете фехтование, берете его третий уровень, четвертый уровень. А вот следующие навыки вы меняете. И вот здесь, вот от этих навыков будет зависеть ваша игра. Если вы больше навыков вкладываете в удачу, то есть это те, которые должны срабатывать. Это вот как раз второе дыхание или те же самые криты, которые могут вывести огромное количество урона, но они срабатывают не всегда. В отличие, если вы выкачиваете фехтование на плюс 5. Если вы выкачиваете фехтование на плюс 5, у вас всегда стабильный урон. Много стабильного урона. Вам достаточно добавить к нему какую-то защиту в виде, допустим, лечения или реанимации. И все. И у вас все будет прекрасно. Вы действительно будете жить, не носить много урона. Но если вы рассчитываете на удачу, то считайте, вы по урону можете как выигрывать, так и проигрывать. То есть вы можете нанести большое количество урону, но можете и урон нанести не в 100%, а в 80% от общего количества, которое вы бы нанесли именно с фехтованием. Да, какое длинное видео. И самое очень интересное, наверное, я скажу больше про защиту. Вот защитные, это балансные, ребята, правки. 8 навыков можно распределить. Вот я вам просто показываю вот в таком виде. Можно блокирование, конечно, вообще блокирование убрать. И, допустим, увеличить каменную кожу. Ну, потому что, как вы понимаете, 8 навыков, которые я сейчас распределяю, это как раз до более-менее низких уровней я беру. Поэтому броню здесь брать не имеет смысла. Поэтому каменная кожа, уклонение. Здесь же взять, как вы поняли, первую помощь. Одну первую помощь. Она даст возможность к 10-му амулету, даст 5-ю восстановление. В общем, 43% жизни она вам вылечит. Это прям, ну, очень офигенно. Нельзя забывать про оружие полностью. Ну, как бы совсем уйти нельзя от него. Поэтому оружие тоже можно взять. И хотя бы, хотя бы вытащить его на плюс 2. Ну, и блокирование здесь можно взять одно. На всякий пожарный. Она, по крайней мере, дает шанс тоже заблокировать. Вот эта защита, если вы видите, вот взять обыкновенную, ну, урон, да, человек наносит урон, то вот эта защита намного больше приносит, ну, пользы. Как бы получается, вы дольше будете жить. Ну, тут разница, как бы все будет зависеть от ваших, от вашей клетки, от ваших питомцев. Вы жить-то будете долго, но урона вы не наносите. То есть, есть вероятность, что человек, наносящий урон, он быстрее вас вынесет и быстрее приведет к победе, чем вы думаете. Давайте я покажу вам сейчас, вот, ну, на основании таких же вот 8 комбинаций, я покажу более-менее, ну, уже распределенные навыки. Они просто взяты скринами из игры, и можно уже там посмотреть. Итак, смотрите внимательно. Комбинации, вот выбирается первая, вот как сверху, да, выставленная. Это урон. Но он делится на два вида. Видите, смотрите, 5-е фиктование. То есть, 5-е фиктование, криты и двойной... Ну, вернее, и 2-е дыхание. То есть, получается, при этом используются 2 амулета. 2 амулета используете, видите, на первую помощь, которая, по сути, является, ну, 10-ым здесь амулетом. И также проклятие. Это, ну, вот, собрание на урон. Если рассчитывать по жизням, то человек проигрывает, вот, допустим, нижнему. Смотрите, видите, контр взят здесь. Это взял футболист, как я уже говорил, что вот иногда берется чисто для контр женских персонажей. Но здесь можно вместо, вот, футболиста взять второе дыхание. Будет очень прикольно. Но тут смотрите по жизням. То есть, если у первого человека есть нанесение урона, и нанесение урона от проклятия, действительно, очень много урона может нанести, то у второго есть реанимация. И вот тут надо будет посмотреть. 75% от здоровья может восстановить именно второй, второй навык, вот, на реанимации. Но, может быть, конечно, и он умрет быстрее, если на него проклятие наложить в определенный момент. Тут надо смотреть. Ну, дальше я вам взял несколько видов, специально подобрал. И эти все навыки, которые вы видите, это все от топовых персонажей. Именно топовых персонажей. Поэтому дальше смотрим по распределению. Удача, ребята, удача. Смотрите, фехтование уменьшено. Видите, уменьшено фехтование. Но добавлены, видите, криты добавлены, добавлены двойные удары и второе дыхание. При этом человек использует два амулета, два амулета стандартных, на увеличение количеств жизни. Потому что ни одного навыка на защиту у человека просто нету. Вот, ну, примерно где-то так. Ну, и последний, как я его назвал, это балансная оправка. Ну, здесь можно по-разному смотреть на этот билд. Но это тоже имеет место быть. Этот человек может вытанковать очень много урона за счет того, что он не стал вкладываться в криты, во второе дыхание. Он действительно не будет ходить так, как будут ходить его противники, которые наносят урон. Не будет ходить так же, как ходят те же самые человек, которые идут на удачи. Но, однако, он будет сжирать урон, который наносит противник. И самый интересный человек выбрал для контр-женских персонажей. Тоже выбрал футболиста. Типа, хотя бы один активный навык. Я бы на его месте взял то же самое, как бы, ну, второе дыхание. Было бы намного лучше и намного, как бы, эффективнее. Или можно было бы фиктование вообще выкачать на пятый уровень. Но вот в таком виде, то есть, если вы видите, там оголек прокачанный на 20, ну, то есть, по навыку видно. И поэтому вы понимаете, что даже вот эти вот навыки, которые сейчас есть, это среди топовых игроков этой игры. Ну, и амулеты. Амулеты, как вы видите, стандартные на увеличение количества жизней. То есть, чем дольше ты живешь, тем больше ты бьешь, тем больше ты бьешь, тем больше ты выигрываешь. Стандартная, нормальная, адекватная тактика. Ну, разбирать, как бы, основное нечего. По всем основным вы можете перекрутить в любой момент и пересмотреть. Если вы уровни до 10, выбирайте тактики, больше относящиеся к защите через каменную кожу. Если вы где-то примерно с 10 по 20 уровень, смотрите тактики баланса. Очень интересная. Если вы прокачаетесь, конечно, по силе выше средников, тогда можете посмотреть тактики в отношении урона. Действительно, оно имеет место быть. Но в остальных случаях, ну, не знаю, выбирать вам. Главное, не выбирайте навыки, которые я просто обозвал тихо и спокойно шлак. Вот навыки, как бы, ну, вроде нужные и вообще нафиг не нужные. Потому что я в свое время говорил о том, что существуют силачи, да, существуют ловкачи. Это действительно имеет место быть. Но, к сожалению, урон магов, который рассчитан у нас на талант, и по нему же есть куча амулетов, которые должны бы были быть в этой игре, не играют большой роли. Поэтому, ну, качать два вида можно еще, но талант, ну, не знаю. Это, наверное, лишнее. Ну, и хотел сказать вам всем спасибо за просмотр. Есть Википедия, которая создана по всем навыкам, по всем умениям, по всем зданиям, по резиденции, по оружию. Есть ссылочка у меня в описании. Можете перейти и посмотреть. Там рассказано будет по навыкам, сколько они дают на первом, на втором уровне, на третьем, на четвертом уровне. Если есть пятые навыки, то на некоторых и покажет, сколько дает пятый навык. Так что по ссылочке на Википедию переходите, почитайте, узнаете что-то для себя новое. Ну, а на этом мой выпуск, можно сказать, закончен. Можно ставить мне лайк отдельно за разбор и ждите рубрику. Ждите рубрику «Будет Биг Сайз рассказывать о умениях». Хотелось тоже с вами поделиться. Вы уже сделаете какие-то выводы для себя. Ставьте лайк и счастливо! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok